Ситуация, в которой мы сегодня попали. Приезжаем на третью точку, я там из машины что-то поснимал. Пацаны вышли, пошли разговаривать с дядьками. Я подумал, что пока есть время, выйду, включу камеру на таймлапс. Выхожу с камерой в руках, только хочу ее включить. Ко мне подлетают там три дядьки. И начинают что-то орать на португальском. Ну, понятное дело, что они говорили про камеру. Убери, нельзя, бла-бла. Я такой, окей, все. Типа, я ее даже включить не успел. Я думаю, ну нельзя так нельзя. Сел в машину, и даже смотрю, дядьки разговаривали эти уже с пацанами. Возникла такая проблема, что мы находились на частной территории. На частной территории съемка запрещена. И вот эти дядьки к Жене, типа, что за съемка, что за фигня, вы что офигели? Женя такой, ну нам для своего YouTube-канала, нам от вас ничего не надо. Короче, они вызывают ментов. Приехали менты. Женя подходит к машине, зовет меня, типа, выходи с камеры. Я выхожу с камеры. Все наши приключения здесь начинаются одинаково. Они начинаются с офиса. Да? Да. Это Миша, да? Здравствуйте, братан. Мы продолжаем вам рассказывать, как мы открываем филиал Лагранжа в Португалии. И музыка заиграла. Причем, походу, моя. Металл. Да, да, да. Это моя музыка заиграла. Я когда-то подключался к Мишиной машине. А теперь Миша ушел с телефоном, и машина такая, ну подключусь сюда. Здравствуйте, братан. Я продолжаю вам рассказывать, как мы открываем филиал компании Лагранжа в Португалии. И сегодня очередной выезд, очередной важный день. Сегодня мы едем по выгрузкам. Договариваться о том, чтобы привозить им в щебень. То есть на загрузках мы уже договорились. Основная точка загрузки у нас будет тот вот огромный большой карьер, который был в предыдущем выпуске с Португалии. Я там дроном над ним летал, он прям реально огромный. А вот куда мы будем возить? Насколько я понял, у нас, значит, в первую очередь бетонные заводы. И, как обычно, мы приезжаем на точку, пацаны идут разговаривать, договариваются. Я там летаю по возможности. Надеюсь, мне никто не предъявит за полеты. А все, мы двинули, да? Мы никого больше не ждем, не забираем. Нет, нет, все, мы пойдем. Так, окей. Сегодня с нами Женя. Женя отвечает, в первую очередь, за дипломатию и переговоры, потому что он знает... Сколько ты языков знаешь? Три-четыре. Три-четыре языка знает. На португальском он говорит, поэтому дипломатия на нем. С нами, естественно, Миша. Вот Миша. Миша, скажи здрасте. Здрасте. Без Миши никуда, потому что это его первоначальная обязанность, это его работа. И он нас, как бы, собственно, везет всех. Ну, не физически, потому что физически, если нас везет Женя. Вот. Есть еще один человек, которого нельзя полить. Сказали, попросили. Но он с нами тоже, и он тоже тут важный человек в этой всей цепочке, в этой всей ситуации. Но полить его нельзя. Но в итоге он сказал, что ему вообще паху. Поэтому и скрывать его в ролике я не стал. Есть ли понимание, сколько заводов нам предстоит сегодня проехать? Ну, здесь базовых, я так посмотрел, 33 завода всего года. Смотрите, у меня есть. Как всегда бетонный завод. Карта бетонных заводов? Да. Прикольно. У нас сейчас Евгения будет связываться с директором Ассоциации бетонных заводов и договариваться. Где, что есть? У Азалваража, а парт-дресейка компания. А это мы на первый бетонный завод уже, да, приехали? А, вот он, да, я его вижу даже. Надо посмотреть. Значит, сим-фор. Ну, да. Ну, это же Эдь. Да, с кем мы будем работать. Подразделение. Я, собственно, хочу здесь взлететь, но поскольку мы подъехали на машине прям к самому зданию завода и там, как бы, люди, скорее всего, они будут не очень рады дрону, поэтому отойду сейчас вот туда, к дороге, там где-нибудь взлечу и тут вот полетаю сверху, чтобы никто меня не впалил. Так, короче, не полетаю я здесь, хотя место довольно прикольное. Пишет мне система, что взлет невозможен, зона авторизации и прям ничего не сделать. Ну, то есть я нажимаю снять ограничения, он, типа, просто убирает это уведомление, я пытаюсь взлететь, он опять это уведомление высвечивает. Утро, утро. Кстати, сейчас у нас, а, ну не очень-то и утро без 20-12, ну пофиг, что надо дозвонить. Пофиг, да. Паспорт заправил. Смотри, Симпор, тоже они же. Да. Видишь, как это, он официальный дистрибьютор Симпор. Дистрибьютор официал. Ну, он официальный дистрибьютор. Так, до следующего. Пишет. Две точки, мы уже заехали, оба этих завода принадлежат одной и той же компании. Сейчас мы на третьей точке, пацаны пошли на разведку смотреть, и мы сейчас опять на территории, я взлететь тут не могу, показать вам, как это все выглядит. Вышел я на улицу, хотел запилить таймлапсик, и тут на меня налетели местные с криками на португальском. Скорее всего, говорили, что снимать нельзя, камеру убери. Я так, окей, все. Типа, я ее даже включить не успел. Я думаю, ну, нельзя, так нельзя. Вообще, я камеру убрал, все они вроде успокоились, но такие, они напряженные какие-то ходят. Сел в машину, и даже смотрю, дядьки разговаривали эти уже с пацанами. Возникла такая проблема, что мы находились на частной территории, на частной территории съемка запрещена. Короче, они вызывают ментов. Приехали менты. Женя подходит к машине, зовет меня, типа, выходи с камеры. Я выхожу с камеры, а он типа спрашивает, что у меня есть ли у тебя какие-то кадры отсюда? Я говорю, ничего нет, я ничего не успел снять. Он им это передает. Они такие, да, 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 хорошо. Я типа говорю, показать? Они такие, не, не надо. И вот, короче, где-то час мы там с ними стояли, общались. Они записали наши данные все. Записали адреса всех, где кто живет. Номера телефонов, номера там всякие, налоговые, всякая прочая фигня. Короче, записали все, что могли. Я спросил у них, а что вообще, в чем проблема-то? Ну, и они уже там объясняли, что, типа, у дядьки там были у этого собственника. Что-то то ли украли, что-то случилось несколько дней назад. И он, типа, переживает, что вот, типа, с камерой. Может быть, а-ля желтая пресса. Так думал, приехал. Да, да. То есть, короче, там дяденька такого котловного возраста, и вот у него включилась паник. Они все данные наши переписали. Я спросил, будет ли нам что-то за это. Они сказали, нет, это просто для информации. В итоге они сказали, что все нормально, проблем никаких. И тут я дальше косякнул. Они такие, нас отпускают, типа, все, хорошо, пацаны, езжайте. Я думаю, что неплохо было бы, наверное, типа, ну, хотя бы один маленький кадрик ментов заснять, как мы уезжаем. И мы отъезжаем, я поднимаю камеру из-за стекла, и они это видят, тормозят нас обратно и заставляют меня, короче, удалить те файлы, где мы подъезжали к этому месту, где я снимал там внутри. Слава богу, они не заставили удалять вообще все. Это еще хорошо, потому что оборудование не забрали. Да. Когда он стромознул, он сказал, типа, за то, что вы сейчас еще, типа, снимаете, я могу сейчас, типа, камеру изъять. Вот в такую отстойную ситуацию мы сегодня попали. Подпортило это фигня мне сегодня настроение. Это три этажа, семь пар. Охренеть. И мы, в принципе, с ним договорились поработать. Я вот конкретно над этим карьером уже летал. Просто ситуация, которая сейчас была, как-то немножко не по себе снимать в таких местах. Есть опасения, что его вызвать еще кого-нибудь. И это напряжено. Миша с Женей сходили пообщались в офис на этом карьере. Тут нет бетонного завода. То есть это не про разгрузку. Они сейчас разговаривали, общались. А про загрузку. Говорит, все прошло идеально. Больше комментариев дать не может. Времени у нас без 10 и 3. Очень хочется жрать. И мы сейчас поедем куда-нибудь покушать. Это мойка? Давай туда заедем. Я тут хочу территорию у них снять. Все, теперь куда бы ни заехали, есть ощущение палево. Могут опять ментов вызвать. У меня как-то руки оторвали. Я не знаю, как быть. Снимать-то надо. Ладно, мы сейчас заехали на площадку. И выяснилось, что это как бы просто мойка грузовая. Но тем не менее, Женя с Мишей пошли пообщаться, спросить. Потому что было бы очень удобно здесь как минимум пересменку может быть какую-то делать или что-то такое. Потому что здесь пешком до квартиры, которую скорее всего снимем для водителей. До нее тут, я не знаю, типа 500 метров. Ну, прям рядышком вообще. Довольно забавная получилась ситуация. Оказывается, владелец вот этой мойки на Украине сам. У него жена русская и дети уже родились здесь в Португалии. Продуктивно с ним пообщались. Миша обменялся с ним контакты. У него что, у него 15 машин, да, он сказал? Да, возит по континенту. Работает на местный супермаркет. У него 15 тягачей. Возит продукты. Прикольно. Полезные люди, полезный контакт. Кушать. Надо кушать, есть кушать, капец. И я опять ошибся. Я думал, что мы сейчас поедем кушать. А мы кушать поедем не сейчас. Мы сейчас приехали еще в одну точку. Это место, где мы, предположительно, можем договориться о парковке. Миша с Женей пошли там общаться. Но мы на территорию сейчас не заряжались. Я все равно теперь палюсь что-то снимать. Кроме того, что внутри машины. Ну, а внутри машины сейчас только я, поэтому... Ладно, можно их показать. Так что, все, паркуемся здесь? Да. О, нормально. А что стоит? 4,50. Шикарнейший шеф. Ну да, нас устраивает полностью. 4,50 евро в сутки? Да. Фуру припарковать. Офигеть. Наконец-то, наконец-то мы покушали. Я себя чувствую опять живым, потому что я чуть не помер. Пообедали в пол шестого вечера. В общем, день сегодняшний клонится к завершению. Все, день закончен. В двух словах. Нормально сегодня прошло? Прокатились, да. Были на одной из точек, которые готовы работать с нами. Все будет, короче. Все, вот. Ждем водилку, скоро приедут. Как обычно, если ты водитель с открытой категорией Е, суди утраивайся в Лагранш, все телефоны, ссылки в описании. Заходи, отправляй заявку, либо звони напрямую в отдел подбора водителей, там тебя ждут. До свидания, братан. Спасибо за просмотр. Пока. Пока.